Всем привет! Сегодня у нас огромнейший обзор самых горячих новинок. Не просто обзор, а обзор с демонстрацией новинок от бренда Evelyn. Я могу смело сказать, что это мой самый любимый бюджетный бренд декоративной косметики. Также у них есть неплохие ходовые средства. И давайте я не буду много говорить, поскорее приступим, а вы сами посмотрите, как эти средства работают. И я уверена, что многие из них вас заинтересуют, поэтому поехали! На моем канале я довольно часто вспоминаю марку Evelyn, так как у меня действительно есть много фаворитов, которые навсегда, мне кажется, поселились в моей косметичке. Но во всех моих обзорах вы не встретите ни одного средства для бровей. И сейчас у Evelyn вышли отличнейшие помады для бровей в универсальных правильных оттенках, которые подойдут очень многим девушкам. Помады продаются в стеклянных баночках, к ним также прилагается такая кисточка-щеточка, то есть небольшой аксессуар, который действительно может спасти нас, если мы куда-то едем, если не хотим, чтобы все наши косметические средства занимали очень много места на туалетном столике, в ванной комнате. Короче говоря, мелочи приятны. Кстати, очень даже удобная штучка, ее можно без проблем оформить брови. У меня есть два оттенка потемнее Dark Brown. Я подарю маме, которая как раз завтра приезжает. И, как мне кажется, самый ходовой и самый востребованный цвет это Soft Brown. Его я оставляю себе. Правильный такой серо-коричневый оттенок. Его можно наносить в небольшом количестве, так делаю лично я, потому что мне нравятся естественные, мягкие, нежные брови. Но если у вас есть конкретные такие дырочки, места, которые нужно закрасить, набираем чуть больше помады, и она тоже с этим справляется. Эта помада очень кремовая, она пластичная, и она очень хорошо пигментирована. Как делаю я? Я набираю небольшое количество на кисточку, распределяю ее здесь в крышечке, и аккуратно оформляю брови. Потом, когда мне не хватает средства, я беру прямо отсюда. Она не слишком быстро застывает, то есть я без проблем успеваю оформить брови, и при этом вот так все закрываю, чтобы само средство в баночке не засыхало. Мне очень понравилась, она супер стойкая. Я пользовалась этой помадой даже в какую-то аномальную жару, и мои брови были на месте. Это просто отличнейший продукт. Если вы ищете достойное средство для бровей, даже если вы профессионал, то это оно от меня рекомендация. У меня есть целых 4 палетки теней, и давайте начнем с вот этой. Называется она Charming Mocha. Мне очень нравится оформление, это прочная такая железная упаковка. В этот раз у нас есть большое удобное зеркало, оно не размывает изображение. То есть мы отчетливо себя видим, и тут вообще нет никаких нареканий. Также теперь прилагается кисточка, кстати, толковая, потому что я ее много раз красилась. Ею запросто можно выполнить макияж. Это искусственный ворс. С одной стороны она плоская, со второй пушистая. То есть прорисовываем складку века, наносим основной оттенок, затемняем внешний уголок. Я осталась довольна. Что касается подборки оттенков, я думаю, что вы и так видите, что это теплая гамма теней. Прикольно то, что все они называются так, как кофе, флет уайт, лате, капучино, мокко, макиято, фраппе и так далее, и так далее. Мне нравится то, что есть такие переходные светлые цвета, жемчужный оттенок. Если вам кажется, что некоторые оттенки перекликаются между собой, то тут я готова поспорить, потому что, по моему мнению, это гармоничная, грамотно подобранная палитра, которая позволяет нам использовать тени независимо от оттенка кожи. То есть, к примеру, когда я была на три тона светлее, я пользовалась этой частью и затемняла уголок какими-то более темными оттенками. Сейчас вот этих светлых практически не видно на моих веках, поэтому я выбираю что-то потемнее и опять же пользуюсь вот этими самыми темными. В палитре есть сатиновые, шиммерные и матовые оттенки. Абсолютно все оттенки из этой палитры шикарно наносятся, они беспроблемно тушуются. Да, они немножко пылят, когда вы набираете их на кисть. Для того, чтобы у вас не было грязи под глазами, набираем на кисточку, стряхиваем. И я вам клянусь, что когда я записывала макияж, я ничего не убирала из-под глаз. Я сначала накрасила глаза, чтобы перестраховаться, потому что иногда красишься, все нормально, а потом включаешь камеру и происходит что-то непонятное. Поэтому я сделала так, но я ничего не убирала мицеллярной водой, ватными дисками. То есть, я окрасилась и вы видите результат. Также некоторые оттенки, такие как макиято, это красивое розовое золото или медный цвет арабика, аист кофе. Я даже не знаю, как его назвать, более насыщенный, медный что ли. И вот этот американо. Наносите их просто пальцами, тогда у вас оттенок будет очень насыщенным, интенсивным. И вообще сама структура теней будет смотреться красивее. Посмотрите, это был один свотч. Они не то, чтобы бесконечно растягиваются, но того, что вы наберете на палец, вам хватит на два глаза. И вовсе не нужно набирать много теней, для того, чтобы была хорошая цветопередача. У меня не то, что нет никаких претензий к этой палетке, я в восторге от качества. И вот мне, как покупателю, как потребителю, как пользователю косметики, теперь буду сеять с этим пальцем, сейчас обязательно где-то отпечатаю на лице. Мне реально приятно видеть то, что качество теней и вообще продукции улучшается. И это не просто достойный представитель среди бюджетной косметики. Эти тени по качеству, по цветопередаче вообще не уступают люксу. Так что обожаю. Я не помню, я сказала или нет, но сегодня я также накрашена только косметикой Эвелин. И мне кажется, что если бы я вам этого не сказала, то вы бы не догадались. То есть это говорит о том, что вовсе не обязательно как-то тратиться на модные оттенки, на модные современные текстуры, для того, чтобы выглядеть красиво. Ну, сама себя похвалила. Короче говоря, давайте рассмотрим очередные новинки. Бронзер. Бронзер шикарен. Девочки, если вам нравятся сияющие бронзеры, то сразу в магазин, потому что он обалденный. Это запеченный бронзер. У него интереснейший оттенок. Не слишком рыжий. И когда наносишь его на лицо, то происходит какая-то магия. Потому что он делает легкую коррекцию, придает красивое золотистое свечение, но без блесток. И тоже легкий оттенок загара. Он очень пигментированный. То есть с ним нужно так осторожно обращаться. Не набирайте слишком много на кисть. Ну, разве что вы очень загорелые, можете себе это позволить. Но я ни разу им не напятнила. С ним лицо такое очень холеное, здоровое. И я люблю сияющие бронзеры. Если у вас есть текстура на лице, то он может это подчеркнуть. Но если вы пользуетесь моими советами по уходу, то я думаю, что у многих из вас улучшилось состояние кожи. И если вы можете себе это позволить, то попробуйте. Потому что он очень интересный. У меня ничего такого похожего нет в косметичке. Я сейчас им пользуюсь очень-очень часто. Очень классный оригинальный запуск. У меня также был бронзер от Physicians Formula. Мы с ним не подружились. У него какой-то слишком явный аромат. Он на мне выглядел рыжим. Вот это для меня очень подходящее средство. Поэтому проверила. Класс. Я буду пользоваться дальше. Что касается хайлайтеров. У меня два оттенка. Мне их как-то присылали в пиар-рассылке. Более светлый я так и не использовала. Потому что он действительно холодный и светлый. Поэтому я вот даже не пробовала на своем лице. Но если вы очень светлокожая девушка и вам нравится такой морозный эффект, то возможно. Но это такой очень светлый хайлайтер, который сейчас на моей коже выглядит как что-то жемчужное, что-то практически белое. То, что мне подходит и то, что я использую, это оттенок 02. Это был 01. Это очень интересная текстура. Не совсем запеченный хайлайтер. Я бы сказала, что это запеченное желе. Как его нужно наносить? Берем кисточку и вполировываем его в кожу. Вот тогда он втирается, дает красивый отблеск без блесток. Это просто вот очень сильное сияние. Поэтому опять же набираем немного и полируем наше личико. Сегодня я провела очередной эксперимент. Я взяла губку и нанесла его губкой. Получилось красиво, равномерно. И честно говоря, мне даже больше так понравилось. Потому что свечение более сдержанное. Сдержанное это довольно яркий хайлайтер, красивый золотистый оттенок. И еще раз говорю о том, что его нужно втирать в кожу для того, чтобы он больше с ней как бы сливался, чтобы не было частичек на ней. Если вы нанесете его правильно, то я уверена, что результат вас порадует. Оттенок 02 класс. Это также мой любимец спонж для макияжа. Я показывала его в какой-то собиралке. Ну и также в повседневной жизни, понятное дело, им пользуюсь. Много раз его мыла, сейчас он в сухом виде. Если его намочить, то он станет более мягким, еще более упругим. И аппетит у него умеренный. И конечно же он не стоит как крыло самолета. При этом он у меня не трескается, не рвется, хорошо отстирывается. И теперь нам не придется особо тратиться на вот такие аксессуары. Я без губки для макияжа реально не могу. Что бы я ни покупала, кисточки, не знаю, что там у меня еще есть. Я всегда возвращаюсь к губке для макияжа, потому что я люблю более легкое покрытие. И большинство тональных кремов как-то лучше работает именно с губкой на моем лице. Очень равномерно наносит и тональное средство, и пудру, растушевывает контуринг. Все остальное, что мы наносим. И удобная форма, то есть есть плоская поверхность, которой можно все нанести. И вот такой острый кончик, благодаря которому можно добраться в уголок глаза или что-то точить, нас корректировать. Я уже сказала, что я его люблю, так что с этим все понятно. Еще одна палетка теней, макияж с ней я также успела записать. В прошлом видео я вам показывала то ли первую, то ли вторую. Вот это третья, называется она Modern Glam. Благодаря вот такому формату можно попробовать какие-то необычные оттенки, попробовать на себе новый макияж. И если посмотреть на эту палитру, то в ней собраны очень модные трендовые цвета. Персиковые, вот такой розовато-лиловый, сиреневый и базовые матовые оттенки. Вот этот самый светлый, он кстати сатиновый. И его я советую наносить под бровь, для того, чтобы тени лучше растушевывались, чтобы у вас образовывалась такая своеобразная дынка. Вот когда делаешь smokey eyes, этот трюк мне очень помогает. И мне кажется, что если использовать просто матовую, то тогда все не настолько красиво получается. И я также не записывала, но пробовала использовать вот этот персиковый. Если даже смешать его с какими-нибудь более холодными, то есть чуть-чуть добавить в складку, то получается очень эффектно, необычно. Можно просто на голое веко нанести в складку персиковый оттенок, на все веко розовое золото. Да, вот это розовое золото очень красивое, но опять же наносите при помощи пальцев, потому что если использовать кисть, то больше осыпется под глаза, чем останется на веке. Это приятная текстура, они втушевываются в веко. И я чуть-чуть добавила для интересности, для того, чтобы показать, как он передается. Но можно наслоить, можно нанести влажным способом, тогда оттенок будет гораздо ярче. Я все-таки решила показать вам что-то необычное, наверное, для меня, потому что я редко делаю вот такие цветные макияжи. Но иногда мне такое нравится, особенно на вечер с нюдовой помадой, с блеском. Это смотрится очень эффектно, и не всегда хочется покупать большую палетку теней для того, чтобы несколько раз ее воспользоваться. Или, ну, не знаю, как вы, я не слишком часто куда-то вечером хожу на какие-то торжества, и это очень классный вариант. Вот этот оттенок я не пробовала, такой серовато-синий, не поняла. Зато вот этот розоватый, он так круто тушуется, вообще у меня претензий к этой палетке нет. Нет, пигментация классная, передаются эти оттенки здорово. Вот этот более холодный коричневый я часто использую для затемнения века, с небольшой краснинкой, тоже матовый коричневый. То есть кажется, что это небольшая разница, и в упаковке они похожи. Но когда вы делаете макияж, вот эти полутона, подтона, они подчеркивают цвет глаз. Они делают глаза еще более ярче. И иногда мои глаза кажутся голубыми, если я использую теплые оттенки. Если более холодные, то другой цвет получается. Если с краснотой, то иногда даже кажется, что у меня супер зеленые глаза. И вот этот фиолетовый я пока что не использовала, но он очень яркий. Если у вас коричневые глаза, то обязательно попробуйте такой оттенок в качестве цветного акцента. Я уверена, что вы останетесь в восторге. Может это и не новинка, но ее раньше у меня не было. Это тушь, опять же, от Evelyn. Я очень люблю их туши. Они кремовые, они супер черные. Они не отпечатываются. Они делают красивые ресницы. Они, вот знаете, выкладывают реснички в нужной мне форме и удерживают ее до конца дня. Не размазывается тушь. Как любая другая, со временем они подсыхают. Но они стоят настолько недорого, что для меня не проблема купить новую. Причем у меня вот эти туши служат точно так же, как и все остальные. То есть я меняю их и не реже, и не чаще. Мне нравятся их силиконовые щеточки. Вот это обещает объем. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что он реально есть. Тут нечего больше обсуждать. Тушь обалденная. И она не отпечатывается даже в самую жару. Ничего непонятного под глазами не происходит. Даже тогда, когда я не фиксирую пудрой консилер. Так что от меня лично и 5 с плюсом. Также в какой-то пиар-рассылке у меня был вот этот прозрачный гель для бровей. Опять же, не уверена, что это новинка. Но я раньше им не пользовалась. Так что расскажу и о нем. Я была приятно удивлена. Я прокрасила брови помадкой. Она слегка фиксирует волоски. И для того, чтобы их красиво уложить, этого геля абсолютно достаточно. Далеко не всем нравится такая железобетонная фиксация. Кому-то это некомфортно ощущается. Вот этот гель держит волоски. И его можно наслаивать. То есть нанесли раз, он подсыхает и повторяем. Но одного слоя вполне достаточно для того, чтобы бровки выглядели красиво целый день. Чтобы они лежали в нужном направлении. Он не оставляет никаких некрасивых следов. То есть он просто аккуратно засыхает. И делает красивыми наши брови до конца дня. Еще у меня есть две новинки. Это матовый тональный крем и кремовый консилер под глаза. Я пока что не могу их в полной мере протестировать. Потому что мне не подошли оттенки. Они слишком светлые. И вот этот консилер очень кремовый. Он более плотный, чем вот этот. Сейчас еще раз вспомню о нем. И он неплохо перекрывает. Маскирует круги под глазами. При этом не пересушивает. Я сейчас очень часто пользуюсь вот этим консилером. Для повседневного макияжа. И даже когда я снимаю видео, мне нужно поплотнее покрытие. Я все равно выбираю вот этот. То есть он скрывает настолько, что меня это устраивает. Он комфортно ощущается. И вот этот оттенок в номере 07. Он слегка персиковый. Такой темненький. То есть если вы очень светлокожая девушка, то наверное нужно поискать другой. Он меня более чем устраивает. Потому что он втушевывается в кожу. Он не подчеркивает морщинки. Он не собирается в складочках. Фиксирую его или прозрачной пудрой, или вообще ничего поверх не наношу. А когда снимаю видео, использую банановую пудру для того, чтобы высветлить область под глазами. Это очень красиво смотрится тогда, когда я делаю более интенсивный макияж глаз. Так что скажу так по секрету, что это мой летний фаворит, который перекочует еще и в осень. То, что я несколько раз упоминала, по-моему недоступен пока что ни в России, ни в Украине. Но когда он появится, или если вы живете в Польше, и он у вас есть в свободном доступе. Это автозагар. Он имеет легкий ванильный аромат. И дает красивый нежный оттенок загара, который смотрится естественно. Он хорошо смывается. Ну в том плане, что когда оттенок сходит с кожи, то тоже нет никаких пятен. И он хорошо увлажняет кожу. Не отпечатывается на постели. Я наношу его на все тело. Занимаюсь какими-то делами. Иногда делаю маску для лица. И через какое-то время одеваю пижаму. Постель после него чистая. И приятная отдушка. Так что тоже вот такое средство, которое мне очень сильно полюбилось. Вот этот бальзам для тела. Точнее это как баттер. Я сейчас использую. Он предназначен для очень сухой кожи. С гиалуроновой кислотой и витамином В5. Очень такая плотная консистенция в упаковке. Но хорошо наносится, распределяется. Такой кремовый аромат. Вот просто аромат ухода. Чистоты. Это ни кокос, ни апельсин. Что-то там похожее, фруктовое. То есть такой аромат чистого тела. Можно так сказать. Я люблю такие дужки. И этот бальзам очень хорошо увлажняет кожу. Нет. Точнее у них есть отдельные бальзамы. Это больше как баттер для тела. Быстро впитывается. И у меня очень сухая кожа. После загара, после песка, после всего остального. Он прекрасно ее восстанавливает. И если у вас реально сухая кожа, то тоже советую попробовать. Да. Доступное средство. И как видите, я уже половину допользовала. То, чем я пока что не воспользовалась. Но тоже хотела бы с вами поделиться. Потому что я буду готовить ролик о моих мастхэвах на осень. И вот сейчас, в ближайшем времени, собираюсь попробовать. Эвелин, конечно, меня очень сильно удивили. Потому что они выпустили очень интересную линейку уходовых средств для лица. Она называется BioVegan. Здесь нет ни силиконов, ни парафина. Пегов нет. И здесь 95% компонентов натурального происхождения. Написано, что, к примеру, вот этот очень увлажняющий с алоэ, шпинатом, ягодами Акаи, с кокосовым молоком. Ой, нет, с кокосовой водой и рисовым молоком. И я тоже не глупая. Я начала читать составы. И, конечно, я, знаете, так не то чтобы была удивлена. Я верю в бюджетную уходовую косметику. Просто иногда вот тебе что-то обещают на упаковке. Смотришь на состав и там более печаль. А здесь, к примеру, на первом месте вода. И на третьем уже масло ши. И здесь реально в составе есть и масла натуральные. Которые вообще даже не заявлены вот здесь на первом плане. Так что неинтересно будет попробовать. Давайте сейчас откроем, посмотрим, как это выглядит. Вот такая упаковка. Также есть питательный крем. И матирующий. Я не уверена, ой, что матирующий мне подойдет. А остальные два обязательно уже в ближайшем времени попробуют. Так как я сказала. Интересно, как он пахнет. Все так запечатано. Очень нежная душка. Не пахнет чем-то дешевым. Плотная консистенция. Но хорошо распределяется. Я пока что не могу сказать, какой это эффект дает на лице. Но то, что недорогие бренды выпускают что-то толковое, для меня это просто восторг. Честное слово. Чувствуется увлажнение и он не блестит. То есть он нежирный. Я вот прям сегодня оставляю его на моем туалетном столике. Я обязательно вам чуть позже расскажу. И последнее, что я вам покажу. Но это не будет полный обзор. Потому что сейчас все объясню. Это палетка под названием Angel Dream. Очень красивая. Согласитесь, это картон. И ею настолько приятно пользоваться. Здесь есть зеркало. Тоже качественное. В нем все хорошо видно. И здесь есть такие приятные оттенки на каждый день. Я вот могу вам честно сказать, что я настолько пристрастилась к вот этим, которые я наношу так, как сегодня. И не могу себя буквально заставить пользоваться остальными. Потемнее. Как-то я брала из других палитр. Поэтому я просто вспомню, что она у меня есть. И если вы ищете что-то такое более нежное, более спокойное, не рыжее, но что-то с цветовыми акцентами. Если вам не нравится слишком насыщенная макияжа, то обратите на нее внимание. Так как у нее более нежные цвета, чуть менее пигментированные оттенки, даже вот эти темные. И если у вас похожий типаж, то я уверена, что вам понравится. Потому что эти тени очень плавно наносятся. Здесь есть и сатиновые, и матовые оттенки. И сегодня я использовала вот эти два. Я их смешала, нанесла в складку века. Вот этот оттенок супер кремовый, называется он Light Cloud. Я нанесла его в уголок глаза. Он красиво сияет, он прям аж как масло. То есть я беру спонж и прям спонжиком его наношу. Вот этим, который здесь прилагается. И на всем веке у меня вот этот Golden Dust. И все, чуть-чуть затемнила уголок, прям граммулечку, вот этим таким сероватым оттенком. И все, собственно. То есть я пользуюсь вот этими цветами. Несколько раз пользовалась вот этими темными. И поэтому это не полный обзор. Но вот говорю вам, что я чаще всего, если крашусь вот так, то я использую эти тени. Потому что они беспроблемные. Они у меня не пылят, как-то не осыпаются. Еще расскажу то, что я говорила чуть ранее. Набираем на кисть, ее так встряхиваем. И потом уже только на веко. Тогда у вас все будет нормально. Мне нравится эта палетка тем, что здесь есть и такие более холодные оттенки. И базовые. И также теплые. Потому что вот этот Golden Dust, он все-таки тепловатый. И вот этот интересный Angel Heart красный. Но я его даже не сводчила. Кажется, что пигментация нормальная. Но как это переносится на веко, я пока что не могу сказать. Если вам нравятся такие более спокойные макияжи, как сегодня на мне, вы хотите попробовать что-то новое, но с возможностью поэкспериментировать. Опять же, с холодными оттенками, то тоже советую присмотреться. Я думаю, что я покажу вам эту палетку в действии, может, в какой-то собиралке. Так что говорю, что очень люблю эту палетку. Вот честно говоря, даже больше, чем все остальные, потому что она в моем повседневном использовании. Но что касается пигментации, то остальные все-таки чуть лучше. На этом все. Будем заканчивать. Я надеюсь, что вам было интересно. Всех целую и обнимаю. То, что сегодня на мне, я укажу в инфобоксе. То, что я использовала в макияжах, которые вы могли видеть, я также укажу. Потому что там была в использовании только косметика Эвелин. Если вам понравился такой обзор, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Еще скажу, что некоторые из этих фаворитов я купила для своей подружки. Скоро вы узнаете, для какой. Отправлю ей, чтобы она тоже попробовала. Мы с ней обменялись своими любимцами. Я расскажу о других. Она попробует и мой любимый тональный крем. И еще кое-что. Не буду открывать все карты. В общем, мы с вами увидимся совсем скоро. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.